шалом дамы и господа мы начинаем первую бараху а вот праотцы это первое из девятнадцать бархот молитвы амида шмунаесра и это первая она очень важная до этого мы говорили о чем сватать это тоже важно потому что как мы все настроим как мы откроем рот так все и польется важный настрой и теперь первая бараха и очень важно в этой барахе не отвлекаться конечно трудно на протяжении всей молитвы стоять и думать только-только про молитву правда каждый из нас так или иначе отвлекается думает про что-то другое трудно очень сконцентрироваться но говорят мудрецы что по крайней мере вот на первой барахе надо постараться не отвлекаться как это сделать очень простой совет простой совет что просто думать о смысле слов потому что мы смотрим то что молимся слова вот думать именно про слова то есть дать все программу изначально что сейчас я не думаю не прошу кроме молитвы и потом вдумываются в слова это такой совет очень простой как делаешь так чтобы не потерять тоже нравится кавана и первая молитва на она как бы считается как древо и ветки которые выходят из нее это вот остальные броход молитвы да но сама вот как корень как дерево саму это первое 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 браха а вот из него уже все дальше идет и и выходит также управляются молитва управлять и лестницы лестницы которая стоит на земле и уходит вверх в небеса и вот там где она стоит это и есть вот эта база это есть браха который называется а вот наши про отцы давайте начнем ее разбирать дословно и потихонечку так сказать будем объяснять что за что же за такая за браха ну начало ее как и всех брахот баруха то очень баруха то и дальше и люкей ну в руки обусын так мы обращаемся к шим баруха то очень люкей ну в руки обусын и дальше мы говорим руки аврагам ли цхак ли яков по порядку врагам и цхак и яков но интересно что перед каждым именем стоит слово и люкей можно было бы сказать люкей аврагам и цхак и яков смысл такой же зато меньше время тратить на молитву быстрее дар может понять не ну нет нам на говорят так говори люкей аврагам или цхак в люкей аков перед каждым именем вы руки почему каждый из прородцов он сам своим путем раскрыл для себя творца скажи по-своему само собой что и цхак опирался на в рамах яков авину он опирался на в рамах на и цхака тоже им каждый по-своему у него был какой-то особый подход к творцу и поэтому это подчеркивается вот в этих словах и люкей аврагам люкей цхак люкей яков и само собой каждый из нас тоже должны традиции продолжать мы как бы строим себя на базе наших прородцов аврагам цхак и яков и каждый нас по-своему да тоже должен постичь творца это то что заложено в этих слова словах далее посмотрим дальше акиле гадол агибор ваа нора кейле льон гумэль хосадим тубим ве куне хакол везохэр хасадэ авод акиле гадоль начинается объяснение творца акиле гадоль агибор ваа нора кей льон как бы такие вот три эпитета и гадоль он относится к авраамам к авраам агибор относится к цхаку а нура относится к якову почему году относится к аврааму как известно авраам он был человеком который делал хасад делал добрые дела поэтому агадоль а келя году ли ашема настолько большой что у них нет проблемы сделать всем хэсэд огромный 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 творец он всем делает хорошо теля году а он сам смотрится самодостаточной ему как бы ничего ну да он так большой он так очень большой до образно говоря он только делает хасадим поэтому авраам к нему он уторг раскрыл этот понятие акель-агадоль он открыл эту часть как бы творца и цхака вину он раскрыл гавура агибор ведь его вознесли на мисбех до хотели принести бы в жертву для это нужно быть гибором и он не пикнул он пошел на это на это уже занесли над ним меч ну как бы большой нож да и он это пошел это это гвура это гвура и цхак открыл в этом мире сторону гвура чешим я кого вину он написано тела нора нора что такое нора ну может подумал что нора это страшный может быть это страшный ведь я кого вину он был воплощением торы его называют и штам юшев о-галим и штам юшев о-галим что написано о-галим и штам да такой человек такой как бы совершенный где он сидел он сидел в шатре он в шатрах не чтобы много квартир написано юшев о-галим а не юшев о-галим объясняется что яков он себе сочетал авраама и цхака я кого-то тиферет то что среднее поэтому с напишем о-галим как бы намек на о-галь аврагам и о-галим и штам юшев о-галим и он нора что такое нора нам сказали может быть страшный то есть если яков он связан с торой я кого-то тора то тора это вещи страшно в том плане что написано в сахет юма да фьюд гиммелис и чуме из-за этого дел упоминается что тора это как сам сам знаете в синагоге мы говорим на тору вызов татар а через сам муше лифней вне израиль так показываем мизинцем через сам муше что такое сам сам это положил для сим класть странное слово взял муша рэбэйну положил нам тур написано сам описаны лимит масса арнатан много слов которые более подходят для хора для этого для этой ситуации не написано муша рэбэйну зато тора шер сам муша есть драша что сам пишется с буквой син на сим не читай сама читай сам буквы самых сам а сам это уже какое-то такое средство которое может быть либо лекарством либо ядом сказано про тоже тоже так как сам за х если куда стоит или это будет сам маха им не удостоится будут сам аммавит тарам может быть как яд для человека как это почему это отдельная тема но бене что тура эта вещь она как бы может быть опасно нужно правильно ее и умеющие использовать то ты думаешь ему взять тору и сам ее понять он ошибается нужно чтобы урав который объяснит что написано в торе иначе который учить просто невозможно вещь это это тору это не игрушка но на самом деле слова нура это не только это слово нура это еще у него смысл знаете как говорят про кого-то он страшно умный он страшно одаренный такие такие поняты страшно что праздник странами сильно полностью да это к понять как шпопа и понять и шлемут полноты так вот это вот слова нура метил оттенок тоже полный дата я кого видно как бы сказать он все сочетал и авраама и цхака вот в эту полноту это написано поэтому написано а нура по отношению к якова вину и все это все это ашем ашем он году а гиборова а нура мы спрашивали в начале урока прошлом уроке прошли как же обратиться кашем вот мы начали молиться на час молитва как мы как мы ашем как мы к ним обратимся мы не знаем пойдем кто-то в торе и в торе написано есть послуг с этим дворем это месте есть послуг телега долги борьба нора так мы широбей ну так он так он отчертывает ашема так он его называет ашем агадуль а гиборова а нура поэтому берем этот послуг и снигитворим и мы его используем так обращаемся кашему описывается ситуация была история когда кто-то молился и он с концов агадуль а гиборова а нура он еще сказал много-много-много чего какая-то кашему обращался с многими эпитетами потом его раф сказал ну что ты закончил до закончил уже так сказать восхвалять своего своего господина ты все все да то есть все полностью исчерпал дать сейчас ты полностью ему все сказал что ему подходит чтобы что нет мы не можем полностью описать творца и поэтому то что мы говорим то что написано в торе да вот это этим нагречиваемся и так мы обращаемся к кашему и в конце написано кель эльон кель эльон то есть правильно он он и году ли гиборова он рану помимо всего этого он еще или он то есть он еще он вообще выходит за рамки того даже что нам открыли авраам и цака яков то есть мы молимся кашему по дорожке который нам предложили наши процессы в рамках яков как вот эти вот эти три линии до ага долл это хэсэд а гибора то это гвура манурат эти феррит вот эти три линии 33 канала мы по ним подождать эти шима но шимон ильон кель эльон для он превыше всего этого и дальше мы продолжаем гумель хасадим тувим в окуне а коль визу хэр хасдэй а вот опять-таки гумель хасадим тувим это по отношению к аврама вину гумель хасадим тувим авраам так отглашаем что ашем он делает добро в окуне а коль это ицхак это это гвура что такое куне а коль он хозяин всему куна есть несколько слов или он все создает ему как бы он владелец всего но через понятие куны как от слова кент и пор это гнездо что такое гнездо гнездо это место где выращивают птенцов например птичка прилетает и бьет гнездо и потом и тут развивается жизнь то само по себе чудо как птицы они бьют гнезда это что-то неимоверное трубой как они у них вообще понятие как строить такие гениальные стране и крепкие до красивые непонятно как это происходит птицы да и сразу птица и каждый из них строит свое гнездо просто чудеса так вот и низ до это место откуда начинает развиваться жизнь и весь наш мир это как мы как и как гнездо ими как птенцы да и мы как бы в этом в этом мире наша задача это вырасти нас кормит нам приносу если мы мы как везде на всем готовым на этот просто просто вырасти 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 и вначале ля лель это это шим это написано кун и акуль и в конце подношения к якову в зухархаздая вот да сказать что яков он себя сочетает авраам и ицхака это в зухархаздая войс он себя причисляет к своим прородцам аврагам и яц и ицхак это это яков вот так мы обращаемся к шему по трем как бы каналам который нам предложили аврагам ицхак и яков теперь дальше 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 мы видим таблицу который просто все это упорядочено до стеницам когда молимся мы можем это как бы уловить в этих словах я тогда еще написал как более-менее порядочно ну вот и такая таблица она показывает нам четко еще раз разъясним и усвоим люки аврагам это отеля гадоль куме хасадин тувим это одна часть как бы один столб потом иль кейтсхак это икеля гибор в кун и акуль это второй столб и третье такие люки яков келя нора в зухархаздая войс это такие вот три три части мритвы так мы обращаемся и выдавать и давайте продолжим дальше продолжаем да это мы уже видели дальше так и следующая строчка умыви гуэль ливни вне гэм лимон шмо бхава мы вигу эль этот ашем который открыли для нас авраамс как яков у муви гуэль ливни вне гэм это мы вне гэм лимон шмо бхава лимон шмо ради имени своего с любовью ваш мы видим и вигуэль написано дальше времени не одесса яви он переведет или и в и прошедшее время написано то и настоящий времени как будто образно говоря есть на небесах как бы такой маршрут с остановками и там едет автобус в нем едет гуэль ну как 7 приближается так это есть каждый что проходит гуэль избавите к нам приближается постоянно когда мы вне вне гэм же мы view то он на него приводит почему лимон шмо бхава дарить мы его не достойны все равно он придет лимон шмо ради чего ради того чтобы имя творца прославилась в этом мире это что хочет ашем трудно понять но это так что в этом мире ими его было прославлены потом мы в и гуэль лимон шмо бхава с любовью это могло быть против по разным по разным путям разум дорогам до трудной дороге более ки дороге и чем делать это бхава а вать связано с рахамим да то есть он нас любит поэтому он пытается как можно меньше меньше сделать разных катастроф и разы и наказаний а приверите прийти нам гуэля как можно более легким путем это что мы говорим это то что мы просим чтобы это так мы кашем обращаемся возьму и как бы вот и вот такой от их ты хорош ты любишь нас тогда всем отвечает нам тем же как вы к нему обращаемся как мы человека характеризуем так и так он нами относится то же самое здесь мы это обращаемся кашему как бы лимон шмо бхава сделай вещи хорошие ради меня твоего дальше милих конечно же милих конечно мы имеем дело с царем милих узер у мужчин магин да мы сейчас обращаемся к царю это царь он узер у мужчин магин пузырь помогает как вода мужчин спасающий магин защищающий написано опять-таки написано в торе магин аврагам это взяты по сути стороны поэтому говорим магин аврагам у магин узер помогает как бы два человека работают вместе один помогает другому то самое чем он нам помогает мы делаем что-то и он нам помогает дает нам силы сядь и дешмая он нам помогает мужчин это уже эту спасает это когда мы уже не в силах сделать что-то сами чем нас спасает и магин он защищает чтобы не было в дороге каких и неисправностей как говорю один раб что ты человек как у которого машина застрял на дороге он не знает что делать машина застрял такая ситуация еще делать так и он у них запасное колесо кто-то к нему подошел помог поставить поставить запасное колесо а это значит называется ашем азар ашем азар да помогли мужчин это когда уже все это когда уже не может помочь это уже это уже приходит переезжает этот тягач его берет на и тянет этаж им послал им уши а магин это когда вообще дорога гладко ничего не происходит ашема время нас защищает что мне было никаких неправностей как там уже у мужчин и в конце на буду хотя шём агент аврахам магин навраам что-то понять странно какая-то оконцовка когда как бы барукат ашема генов рам заканчиваем авраамом правильно начали соврама всё началось авраама авраам он столп он он основа поэтому в конце только всем как обращаемся к шьему как магин навраам жмена магин этот ставит удаление на магину сканы из такими статоре магинов рамто написано правильно помимо всего надо заметить что авраам еще раз мы вспомним историю с авраамом вспомним историю что авраам он был немножко чудаком в глазах его окружающих люди его не очень любили он как бы перешел на другую сторону реки и ашемин всего всегда его защищал если большим он не защищал его люди просто съели и покинули в огонь до история известная и шим его спас то есть мы видим что евреи необходима защита от ашема авраам он еще делает хесед он еще делает добро и вы найдете такого человека который который бескорыстный такой да как бы всем все делает 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 только добро в наше время не все-таки люди могут ценятся они кажутся такими как бы лопухами такими можно приздеваться поэтому хорошему евре который сердце приполнено любовью другими время хочет делать хорошо ему нужно определенным аген от других людей которые могут его неправильно понять там еще так себя ведет странно до пятки много много историй когда люди не сведевismus привыкли когда делают добро я на самом деле не все делают добро и надо опасаться людей так далее но изначально когда все режим правильным правильной атмосфере все делать у кого добро это это здоровая ситуация магиевра нужен для ситуации не здоровой который к сожалению мы часто можем себя найти Поэтому говорим, что Ашем Маген Авраам. Сейчас мы пока в Галуте, нам нужен щит, нам нужна защита. Ашем Ата Маген Авраам. Подведем итог, сделаем заключение. Итак, мы стоим в молитве, смотрим или в Сидуру, или глаза закрыты. Перед собой мы не смотрим, потому что там есть шхина, нельзя смотреть перед собой молящимися. И мы обращаемся к Ашему Акеля Гадоля Геборова Аннура. Так написано по сути, по сути к Сафер Дворим. Мы сказали, Паршат Экев написано, Это пасук, из этого мы учим так и вращаться к Ашему. Была история, мы сказали, была история, как Раби Ханина молился, и он сказал, И так далее. И его остановили, так сказать, Ну, закончил, да, и все, больше нечего тебе сказать. То есть, мы не можем наше обращение слишком сильно растягивать. Мы так обращались, как нам было передано Муше Рабейну. И мы закончим, только скажем, что, да, очень важно дойти до этого степени, до этого стадии молитвы. Про Муше Рабейну сказано так, что Муше Рабейну, он не хотел идти в Египет вызволять народ Израиля. Он сказал, что я плохо разговариваю, не могу, у меня там дефект речи, оттуда сюда не хотел эту миссию. Ну, туда Ашем ему дал такой совет. Хорошо, значит, ты можешь тогда со своим братом Аароном, ты будешь ему говорить, и он будет оглашать вслух. То есть, дефект речи тебе как бы не будет мешать, потому что будешь говорить через Аарона. Спрашивается вопрос, почему просто-напросто Ашем не сделал по-другому? Почему Ашем вместо того, чтобы посылать Муше Рабейну и Аарону вместе, все-таки послал Муше Рабейну? Почему он просто не сделал так, чтобы Ашем говорил красиво? Красивый лектор, красиво говорит, без запинок, четкая дикция, все понятно, красота, народ слушает. А, такой оратор, и идет за своим лидером. Почему не сделал такого Ашем? Почему Ашем не сделал так, чтобы Муше Рабейну говорил красиво, и просто убрал дефекты речи. Ашим может все правильно. А в чем проблема про дефекты речи Моширобейну? Что это не было сделано? Может быть. Потому, что просто-напросто Моширобейн этого не просил. Он не молился. Он этого не просил. Он сказал, у меня есть дефекты речи, и он с этим жил, вот так вот. Не могу. Просто не помолился. Помолился бы, может быть, мы не знаем, может быть. Ашим бы все сделала немножко по-другому. Поэтому давайте, господа, правильно молиться с трепетом. В Баруха Шем есть много седуров, разные переводы, разные тексты. Седуров хватает. В Баруха Шем будем молиться, пусть наши молитвы будут услышаны. Все хорошо.